Повсюду снег. В борьбе за выживание мы ужасно переночевали. Было невероятно холодно. Температура упала очень низко. Казалось, что от холода нос отвалится. В целом терпимо, но лицо заледенело. Я слышу, что Кейси разводит костер. Это очень кстати, потому что я хочу, наконец, вылезти и почувствовать себя в тепле. Сегодня у нас много дел. Следовало бы начать уже сейчас. Что ж, начинаем новый день. Северный соскачиван, близится октябрь. До отъезда у братьев еще неделя. Грядущая зима дает о себе знать сильным похолоданием, и это расстраивает братьев. Животные мигрируют, а рыба переходит на зимний режим питания. Пока братьям не везло с охотой, и сейчас им не помешала бы удача. Холодно. Да уж. Костер – это хорошо. Без него было бы невозможно. Из всех проведенных здесь ночей, это, пожалуй, самое холодное. Ночь выдалась так себе. Очень холодная. Чем займемся сегодня, помимо очевидного? Очевидное – это охота. Нужно продолжать. Охотиться мы не прекратим. Сегодня нужно, наконец, поесть. Да. Хотелось бы подстрелить добычу, пока мы еще здесь. Что скажешь? Давай порыбачим. Посмотрим, как пойдет. Может, наконец-то воспользуемся ружьем? Я… Вот что думаю. Я хотел бы подстрелить добычу из лука, но в данных обстоятельствах у нас совсем немного времени. С каждым днем становится все холоднее, а я все больше хочу есть. Так что да, почему бы не начать пользоваться ружьем? Если будет такая возможность, конечно, мы им воспользуемся. По-моему, отличный план. Предлагаю еще немного погреться и в путь. Нужно взять с собой оранжевую экипировку. Она у меня в рюкзаке. Когда используешь огнестрельное оружие, нужно надеть оранжевое. Хорошо. Все по закону. Буду с тобой в оранжевом. Оно того стоит. Нужно попытаться. Посмотрим, может, сегодня нам повезет. В борьбе за выживание. Братья уже давно ничего не ели. А под влиянием морозов их организмы тратят больше энергии. Рыбалка пока не идет, но Крис и Кейси не готовы так просто сдаться. В борьбе за выживание. Итак, мы на воде. В поиске рыбных мест. Мы решили посвятить утро рыбалке. Может, нам удастся, наконец, поесть. Будем пытаться. У рыбы эктотермный организм. То есть она не может самостоятельно регулировать температуру тела. Она зависит от окружающей среды. Когда температура воды понижается, понижается и метаболизм рыбы. В таком состоянии рыба становится медленной и вялой. В холодной воде у рыбы нет желания питаться. Следовательно, она перестает клевать на удочки, Криса и Кейси. Уже холодает. Скоро придут циклоны. И у братьев не будет возможности порыбачить. Редактор субтитров А.Семкин в борьбе за выживание. Да. А вот и еда. Вот она. Еда. Будет очень вкусно. Она огромная. Сидели, рыбачили, ничего не могли поймать. И вот, наконец. Какой же ты молодец. Получилось. Рыба. Ну, наконец-то. Я просто воспрял духом. Щука. Отличный улов. Превосходно. Замечательное событие. Прекрасное начало дня. Продолжим рыбачить. Я пытаюсь подлечить палец после небольшого инцидента. Зато мы поймали еще одну рыбу. Снова щука. Давай. Так. Давай, давай. Давай сюда, в лодку. Крючок красиво прошел. Что ж. Неплохо. Превосходная рыба. То, что надо. Мы оба с уловом. Сегодня точно поедим. Отлично. У нас... Две рыбы на обед. Все отлично. Обед у нас в лодке. Обед у нас в лодке. Рыба в лодке. И братья чувствуют облегчение. Хотя это не долгожданное красное мясо. Но все же горячий обед поможет им восстановить силы, необходимые для охоты. Братья направляются в лагерь, чтобы они не могли бы уничтожить. В борьбе за выживание. Еще утро. А братья Кифер уже скоро поедят горячего и получат необходимую им для охоты энергию. У них существенная нехватка калорий. И приготовленная на костре рыба придаст им сил двигаться дальше. Как же приятно осознавать, что на огне сейчас готовится рыба. Я очень доволен. Просто слов нет. Здорово, когда можно поесть горячего. Удивительно. Без еды силы совсем пропадают. Но стоит закинуть в себя немного топлива, как ты снова готов ко всему. Думаю, нужно оставить немного на потом. Да, спешить нам некуда. Съедим столько, сколько захотим. В лодке у нас еще одна рыба. Ее можно оставить на потом. Поймать эту рыбу было непросто. И мы сможем больше времени посвятить охоте. Вот именно. Отличный план. Кстати, насчет охоты. Похоже, пойдет снег. Точно пойдет. Приближается зима. Погода меняется. Да. Рано или поздно нам придется решать, оставаться во временном лагере или установить постоянный. Сейчас не хотелось бы тратить время попусту. Поймали рыбу, поели и снова на охоту. Согласен. Теперь я поем и буду чувствовать себя намного лучше. Нам повезло на рыбалке. Давай продолжим охотиться, когда поедим. Посмотрю, готова ли. Давай ее сюда. Поедим и продолжим нашу охоту. Думаю, мы могли бы вернуться в то место, где мы приманивали лося. Ведь в охоте на лося у нас всегда так бывало. Однажды приманивали его пять дней, и он приходил. Как-то приманивали три дня, и он приходил. По-моему, это самый надежный вариант. Это хороший вариант. Не хотелось бы сильно отдаляться от того места, где мы приманивали лося. Жаль, что на охоте на лося нужны двое одновременно. Пора. Пора воспользоваться ружьем. Если встретим лося или медведя, у нас будет больше шансов подстрелить его из ружья, чем из лука. Я не против использовать лук, но у нас не так много времени. Было бы здорово подстрелить добычу. Невероятно. Знаешь, с чем не идет ни в какое сравнение? С лосем? С козлом. Определенно лучше козла. Намного лучше. Я лучше съем эту палку, чем хоть еще раз мясо козла. Хороший кусок. В северном соскачивании ощущается приближение зимы. Времени все меньше, и братья отправились на охоту, а циклон тем временем движется им навстречу. Погода меняется буквально каждую секунду. То идет снег, то не идет. Солнце то выглядывает из-за туч, то снова исчезает. Я решил переместиться из-за ветра. Здесь я на небольшой возвышенности. У болота. Сижу, наблюдаю. Я удобно расположился здесь, на каменистом спуске. Отсюда открывается отличный вид. Пока я сидел, приготовил ружье. Это необходимо. Из-за особенностей ландшафта. Здесь всякое может произойти. Если я увижу лоси на расстоянии 100-150 метров, без ружья я не смогу ничего предпринять. Это было бы обидно. Я твердо решил сменить оружие. Рыба вкусная, но мясо еще вкуснее. Главное следить за погодой. Она очень быстро меняется. То улучшается, то портится. Проведем этот вечер здесь, на склоне у болота. Приближается циклон. Видимость становится хуже. Вот-вот наступит зима. Медведи уже впадают в спячку, так что теперь Крис и Кейси могут охотиться только на лося. В качестве укрытия у братьев только маленькая палатка, и в ней нет печки, чтобы согреться и высушить одежду. Световой день становится короче, а ночи длиннее и холоднее. Такое ощущение, что природа пытается поставить нас на место. Циклон за циклоном. Думаю, скоро нам придется выбираться отсюда, потому что видимость существенно снизилась. Примерно 250 метров. Боюсь, когда мы окажемся в лодке, не сможем понять, куда плыть. Природа опять за свое. В борьбе за выживание. Мы поели и отправились на охоту. Проблема в том, что погода очень сильно испортилась. Начинается метель. Нам уже даже озеро отсюда не видно. При такой видимости охотиться весьма затруднительно. За моей спиной болото это отличное место. Отличное. Здесь мы на возвышении. Это очень удобно. Вот только погода нас подвела. Идет очень сильный снег. Ночь в палатке будет так себе. Думаю, это наша последняя ночевка в маленькой палатке. Завтра придется устанавливать большую и разводить костер. Но времени у нас в обрез. Нам долго добираться до лагеря и пересекать озеро. Не знаю, как обстановка на воде. Много ли волн? Но и здесь уже небезопасно. В борьбе за выживание. Прошла долгая холодная ночь. Настало чудесное утро. После снегопада вышло солнце. Зов лося эхом разносится по тихому заснеженному лесу. Для братьев это отличное начало дня. Утренняя охота не была успешной, но у братьев на этот день много планов. Они взялись за установку большой палатки, чтобы не замерзнуть в ближайшие дни. Братья продолжат охотиться здесь, и наличие постоянного лагеря поблизости повысит их шансы на успех. Итак, с природой шутки плохи. Нужно установить постоянную палатку и убрать временную. Займемся этим. Согласен, первым делом палатка. Да. Уберем маленькую и установим на ее место большую. Это хорошее место для палатки, и отсюда удобно перемещаться по острову. Не хотелось бы провести еще одну ночь в холоде, тем более, что у нас есть палатка с печкой. Давай, наконец, ее установим. Будем лучше высыпаться. У сытых и выспавшихся всегда больше мотивации. Это нам сейчас точно не помешает. Если захотим, сможем затопить печь. Если судить по этой ночи, зима пришла, и это надолго. Будем надеяться, что хуже не станет. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Теперь у братьев есть крыша над головой. Палатка защитит их от суровой погоды соскачиванной. Братья уже испытали на себе все многообразие северной природы. Холод, снег, ветер, а также проблемы с поиском еды, отсутствие понимания, когда ты поешь в следующий раз, и печаль от разлуки с семьей. Но утро нового дня и костер дарит братьям надежду. Из опыта своих приключений они сделали вывод, что пока горит огонь, жива надежда. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok